Восьмой час игры Златогорье 2. Мы прибыли в хрустальные шахты, в хрустальный рудник для того, чтобы добыть здесь обычный белый хрусталь, златогорский хрусталь. Прибина нас встречает возле входа. О, рад тебя видеть. Слава богам, нашел все-таки один смелый человек. Меня зовут Прибина, я хозяин этого рудника. Что здесь произошло? Сегодня утром шахта была атакованная. На нас напали подземные чудовища. Они были просто ужасные. Громадные свечащиеся скорпионы. Они перекусывали людей пополам и глотали их живьем. Мои рабочие еле-еле успели сбежать из-за боя. Слава богам, никто не погиб. Ну ладно, я, может быть, погляжу, что там происходит. Новый квест под названием Луиза, сюжетный. У входа в хрустальный рудник я встретил его владельца Прибину, который рассказал мне про ужасных чудовищ, которые напали на шахтеров. По его словам, это были огромные свечащиеся скорпионы. Они кидались на людей, резали их пополам и глотали. Тем не менее, по словам Прибина, никто из его рабочих не пострадал. Побежали. Разберемся с этими скорпионами. Вот мы в руднике. Локация довольно большая. Денюшки. Вот бы в жизни так. Большая, она довольно пустая. Опаньки. Справа скелеты. Два скелетика. Я думаю, что нужно с ними покончить. Или они так думают? Я думаю, наши желания не сильно расходятся. Два раза мимо. Да и он тоже не отличается меткостью. Не хватило мне очков действий, чтобы ударить его. Кстати, в настройках можно включить прозрачность объектов. Если я включу в настройках прозрачность объектов, то мы этого скелета увидим. Правда, почему-то по умолчанию эта функция выключена. Да что-то, я вообще не могу попасть. Зато Илон. Молодец. Первый скелет пошел. Значит, второй пойдет туда же. Все. Скелетики, как видите, оказались не так уж и опасны. Убираем тела. О, новый предмет. Части тела. Материал органика. Появившаяся не так давно практика изготовления оружия и брони из частей тела животных и человека замешана на черной магии и становится все более популярной благодаря высокому качеству изделий и дешевизне материала. Части тела они могут понадобиться для производства костяных доспехов по кузнечным чертежам. И, кстати, много денег, по 300 монет с каждого скелета. Это очень приятно. Это приятно. Как говорил какой-то крестьянин в Стронгхолде. Это приятно. Кузнечный рецепт. Волшебная железная палица. Пара свитков. Три книги. Улов очень богатый. Книги очень дорого стоят. Два алхимических рецепта. Слепой медведь. Зелье. Слепой медведь. Тонкий булатный браслет. Это все на продажу. Ух ты. Да, сегодня мы гуляем. Очень, очень удачный поход в шахту. Много здесь оказалось вкуснятины. Ну и все, тупик. А вот, видимо, тот самый скорпион, который перекусывает людей пополам. Луиза его зовут. А раз его зовут Луиза, у меня есть подозрение, что он добрый. Да, как видите, он совершенно на нас не нападает. Что-то нам набрешил там. Мужик, который стоял возле входа. У нас, кстати, есть возможность поднять уровень. У меня 12 очков опыта, но этого недостаточно, чтобы повысить какой-то более-менее приличный навык. То есть, нужно минимум 13, чтобы я мог поднять внимание. Силу телосложения и того больше. Поэтому, значит, характеристики мы пока добавляем. Добавлять не будем, а то эти очки пригодятся позже. Значит, очки, а вот очки навыков, вот это уже нужно тратить. Атлетизм. Ну, давайте, допустим, мечи и атлетизм. Поднимем. Все, одну очку осталось пока что лишним. Куда пойдем? Пошлите направо. Всякий хлам. Ух ты, смотрите, прям Fallout напоминает, да? Техника здесь присутствует. А там бегает волкодрак. Кстати, давайте, значит, про создание. Прочитаем про скелеты. Вообще-то, злые колдуны предпочитают оживлять мертвецов, имеющих на костях хотя бы немного плоти. Но когда все свежие кладбищенские поступления разобраны, приходится довольствоваться старыми полуислевшими костями. Уровень 25. То есть, мы сейчас завалили скелетов аж целого 25-го уровня. Неплохо, неплохо. Горный демон. Так, у горного демона 77 очков здоровья. Не так уж и много, в принципе. Он еще, к тому же, и мажет. Тоже новый монстр, мы с таким не сталкивались. Ну-то все. Отдемонизировался. Давайте прочитаем про эту тварь. Кстати, почему-то не появилась в журнале запись про горного демона. Но на волкодлакой был похож. Ладно, хрен с ним. Еще три рецепта. Черт, я второй раз прочитал этот рецепт, который уже был у меня. Поспешил. Надо было его продать. Так, что тут еще есть? В принципе, ничего. Еще один автомобильчик. Здесь тупик. Тупик. Так, оттуда мы пришли. Большая локация. Там ползают два мелких скорпиона. Мага-самец. Давайте убьем их. Они не должны быть сильными какими-то противниками. Единственное, их неприятное свойство. Они жалят, травят ядом. Поэтому возможности надо отстреливать с расстояния. Вот, пожалуйста. 40 единиц здоровья. 30 вернее. Как не бывало. Мой-то мало. Он пополз мне навстречу. И его дружок тоже. Сейчас Лилан им объяснит все популярно. Меня отравили. Все. С одного удара, что Лилан его завалил? Ничего себе. С одного удара завалил эту скорпиошку. Совсем они слабенькие оказались. В каждом скорпионе по 150 монет. Неплохо. Давайте прочитаем описание этой твари. Губуль-самец. 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 Губуль-самец люди прозвали... Нет, это не тот. Слизень, бага, деревец. Почему-то нету описания скорпиошки. Ладно. Получается, не описание не всех, что ли, монстров, да? Присутствует. Обидно. Здесь пусто. Здесь вот еще два скорпиошки. Нас заметили. Ну, почему-то мне не страшно. То, что у нас заметили. Какие-то насекомые. Вот, уже, пожалуйста, готов. Первый. Так, Илон там безнадежно отстал. Походу, мне придется разбираться самому. В одиночку. Напомню, что мы вообще здесь делаем. Мы пришли за горным хрусталем, который нужен для изготовления шлема дальнозора. Так, этот готов. Четвертый ползет. Их тут аж четверо, оказывается. Четыре дружка. Может быть, чьи семейства. Может быть, мы целую семью сейчас убьем. Вот и все. Была семья и нет семьи. Ну, теперь-то шахты полностью чисты. Мы полностью их зачистили. И... Идем в левый угол шахты, где Луиза. Там был перекресток. Мы решили пойти направо. Направо мы уже все свои дела сделали. Идем налево. Добрый скорпион Луиза, который перекусывает людей пополам. О, гмур. Еще один гмур. Гмур-механик. Вот они. Это прообразы гномов. Только в славянской мифологии их называют гмурами. Они тоже живут под землей. И тоже сильны в механике. Давайте поговорим. Ха-ха. Угра-угра. Хла-хла-хар. Сахла. Он тычет пальцы в сторону своего коллеги. Понятно. Этот не разговаривает по-человечески. Гмур-механик. О, человек-хла. Как ты сюда попала? Разве ты, хла, не испугалась нашей Луизы? Что еще за Луиза такая? Ну, это наша машина, похожая на скорпиона. Разве Луиза не страшная? Ну, если не знать, что она не живая, то да, страшная. А кто вы, кстати, такие? Мы гмурра. Наш народ, жители репейских гор. Ясно. А зачем вы шахтеров напугали? А зачем они к нашему руднику ход прокопали? Мы боимся их, человеков. Они большие, сильные. Вот и пугаем, как можем. Ясно. Кстати, у вас есть латогорский хрусталь? Мне нужен один кусок. Да, конечно. Вот тебе два куска. Спасибо, а теперь мне пора идти. Пока. Кстати, раз уж ты знаешь про Луизу, то поговори с начальником этой шахты. Пусть он не копает в нашу сторону, а? Ладно, посмотрим. В глубине шахты я встретил маленький народец, гмуров. Они сказали, что создали Луизу ужасного вида механизм, чтобы напугать людей, которые стали слишком близко подбираться к их пещерам. Гмуры попросили меня поговорить с хозяином шахт прибиной, чтобы он больше не копал в их направлении. Я чувствую себя обязанным помочь им. Тем более, что гмуры совершенно бескорыстно поделились со мной куском златогорского хрусталя. Так, ну в принципе все. Мы сейчас можем начальнику шахту выходить, сдавать квест с Луизой. В шахте нам больше делать нечего, и больше мы сюда не вернемся. Как я понимаю, по крайней мере. Начальник шахты? О боги, я разорен. Я должен с тобой поговорить. Чудовище, которое на вас напало, на самом деле машина, которую сделали гмуры. Просто вы слишком близко подошли к их рудникам, вот они и напугали вас. Если вы согласитесь работать в стороне от их забоя, то никаких проблем больше не будет. Так это были гмуры? Я слышал об этих маленьких уродцах. Ладно, мы не будем работать в этом направлении, а то они еще что-нибудь придумают. Вот и хорошо. А я рад, что мы так быстро пришли к договоренности. Закончили мы сюжетный квест Луизы. Прибина был рад услышать, что чудовище, напугавшее его шахтеров, было всего лишь выдумкой гмуров. Он пообещал больше не копать в их направлении, опасаясь новых шуток со стороны маленького народца. У нас есть хрусталь. И с этим хрусталем мы теперь можем возвращаться в враг город к кузнецу. Так, музыка играет добродушная, но твари тут совсем не добродушные. Гобуль-самец. Гобуль-самец. Гобулем люди прозвали довольно опасного представителя морвийской фауны, обитающего в морвийских джунглях. Животное весьма напоминает груду камней, под которую они маскируются в случае опасности со стороны хищника. Впрочем, большинство существ они считают скорее едой, нежели хищниками. Кстати, появилось описание скорпиона магл-самец, которых мы мочили в шахте. Опасные, ядовитые, членистоногые животные. Магл редко, когда находятся в настроении нападать на человека первым. Самцы маглов менее опасны, чем самки. А горного демона так и нет в описании. Давайте убьем, просто чтобы повысить свой опыт. Если выпадают случайные сражения и победа над противником не требует траты дорогостоящих лечебных зелий, то лучше их убить, чтобы был опыт. Он довольно неплохо бронирован. Мой лук ему что? Довольно ловкий, уворачивается от ударов. Черт, хотел мечом ударить. Да, он неплохо бронирован. В то же время довольно неуклюж. Да нет, он очень дажеуклюж. Потому что никак мы не можем его запинать. Первый пошел, там второй ошивается рядом. Камень. Камень, он нужен для кузнеческого дела. Так, сейчас убьем второго. Ух ты. Боюсь, что не придется воспользоваться лечебным зельем. Но оно стоит дешевле, чем деньги, которые с них вываливаются. Поэтому мы не переживаем по этому поводу. Кхе-кхе. Убили первых попавшихся зверей. Продолжаем держать путь врагу. Вот опять на нас напали. Вот это уже вольные разбойники. Они более опасны. Но тем не менее, это не убийцы. Убийцы вообще жесть. Вольные разбойники. Все промахиваются поровну. Но наши удары сильнее, чем их. Поэтому мы справимся, даже не прибегая к помощи лечебных зелий. О чем и речь. Там еще один желающий получить по голове. Так, я сделаю 16 ходов и произведу выстрел из лука. Да, этот не жилец. Уже понятно. Все, раскидали трех вольных разбойников. Получили опыт. Продолжаем двигаться к рагороду. Златогарский. Давайте в центр города нам, потому что там шлем-дальнозор делать. Но я еще и забегу к этим торговцам броней. Мне нужно золотой доспех купить, во-первых. Во-вторых, сбагрить лишнее. Торгует заклинаниями, торгует с оружием, торгует зельями. А торговца броней что-то я здесь не вижу. Ну, мы, по крайней мере, сейчас сбагрим лишнее, да? Да, у нас есть тут всякий хлам. Субтитры сделал DimaTorzok Деньги у него есть. Камушки. Штанишки. Всю ювелирку тоже. И все книги. Так, что-то... Вот так вот. Все, с этого мужика больше взять нечего. Торговец оружием. Тоже книжки ему. Пущай почитает. Хи-хи. Так. Сбагрили. Посмотрим, что у него можно купить. Более хорошие мечты я навряд ли найду. Двуручные, золотые двуручники меня не интересуют. Ружье. Вот что меня интересует. И луки. Железный лук. Ерунда. Серебряное ружье мудрости. Внимание, 13 требует. Стрелы. Давайте стрелы прикупим. Стрел много не бывает. О, и даже немножечко патронов тоже возьмем. Так. Несюжетные квесты в Рагороде. Ой, мы застава на Рарике. Так, застава. Так, а у меня кусок железа есть, чтобы выполнить второстепенный... Ну, ладно, это потом будем изучать. Так. Еще есть что продать? Третий торговец должен быть. Вот он. Торговец зельями. Книжку ему. Свитки ему. Кстати, что у меня с зельями? Надо в ячейке зелье положить недостающие. А, вот зелье маны тоже на продажу. Клубника. Продаем арбуз. Так, у меня нету железа, кстати. У меня уже, в принципе, почти все ингредиенты для кузнечества есть, кроме железа. черный металл, кровавый металл. Железо надо покупать у этого. У кузнеца. Бежим к кузнецу. Кстати, сейчас мы у кузнеца-то и купим как раз золотой панцирь, который мы в тот раз не купили, потому что у нас не хватало одного очка телосложения. Я повесил себе кольцо, которое дает плюс два к телосложению. Теперь мы можем нацепить этот панцирь. Вот и ты, мой заказчик, чего принес? Пока ничего, но я еще вернусь. В смысле ничего? А, блин. Линзы-то надо нести к ювелиру, а не... Понятно. Линзы надо нести к ювелиру же. А я их понес к кузнецу. Тут, благо, недалеко бежать. КОНЕЦ Ну так что? Я принес тебе златогорский хрусталь. Вот он. Хорошо. Что ж, я сделаю тебе линзы для шлема дальнозора. Подожди тут несколько минут. Ювелир забирает кусок хрусталя и удаляется. Вот, держи, теперь иди к грязи. Спасибо за работу, всего хорошего. Когда я принес ювелиру кусок белого златогорского хрусталя, он сказал мне, он сделал мне две линзы для шлема дальнозора. Теперь мне надо отнести их к грязи и он сделает мне шлем дальнозор. Как видите, все-таки этот ювелир при сей своей кажущейся отвратительности оказался более-менее приличным малым. Возвращаемся к грязи. Субтитры создавал DimaTorzok Отдаем ему линзу. Вот и ты, мой заказчик, чего принес? Я принес тебе линзы. Наконец-то. Вот теперь, значит, я могу тебе помочь. Подождите здесь немного. Вот, держи, хороший получился шлем дальнозоркий. Спасибо тебе, грязь, за помощь. Да это не за что, значит. Обращайся еще. Пока. По 400 очков опыта получил я и мой напарник. Очень даже много. Шлем-шлем дальнозор завершен. Когда я принес ювелиру кусок белого златогорского хрусталя... Так, это не то. Это не то. Это то, что, да, завершен. Да, шлем дальнозор завершен. Теперь с этим шлемом нам надо возвращаться на заставу и отдавать этот шлем начальнику стражи. Которому, видишь ли, этот шлем понадобился. Заставу на Рай-реке движемся. Кого мы тут подстричали? Крестьянин. Бродячая знахарка. Продать нам ей нечего. Ну, давайте посмотрим, что у нее есть. Целебные травы, но стоят они очень дорого. И, кстати, у нее есть большое зелье здоровья. Вот. Сейчас посмотрим, что можем продать. Какие зелья. Зелье хилый гений. Что за бред? Продаем. Мясо нужно по ячейкам раз вставить. Все, больше пока продать нечего. Продолжаем путь. Так, еще одна бродячая знахарка. Может, у нее что-то более интересное. Ничего нет. Добрались благополучно до заставы. Сначала отправимся ко входу заставы. Потому что тут есть торгаши. Мне нужна броня. Золотой панцирь мне нужен. Так, этот торгует с оружием. Давайте к торговцу оружием заглянем. Меня интересует золотой палаш кровопийцы. Так себе. Меня интересует этот. Ружье. Хорошее ружье. Денег, в принципе. Более-менее. Нет. Хорошее ружье называется Мертвая рука, которое я видел однажды в игре. Оно стоит 18 тысяч. Мне не хватает. Хотя бы, чтобы знать, где оно продается. Тут ружье хорошее, но не то, что мне надо. Стрелы. Что, будем брать? Да нет, стрелы так навалом. А вот патроны возьмем. Патроны берем. Все, что есть. Так, слитки. Так, платины у меня две штуки. Этого две. Этого аж три. Так, все. Здесь нечего играть. Кстати, в прошлый раз мы тоже здесь забыли один небольшой побочный квест. Квест про маньяка, который выдает начальник гарнизона. Сейчас мы с ним поговорим, получим квест и сразу же его сдадим. Тем самым, заработав немного опыта. Мелочь, но приятно. Вот начальник гарнизона. У него для нас есть работа, которую мы уже сделали. Привет, парень. По долгу службы я обязан тебе сообщить, что в данный момент разыскивается опасный маньяк-убийца по имени Цветан. Награда за его поимку – 1000 монет. Для получения награды тебе надо будет предъявить запястье с оригинальной татуировкой на нем. На его счету уже 25 жертв, так что будь осторожен. Спасибо, понятно, за информацию. Побочный квест на заставе называется «Цветан». Один офицер в заставе, подполковник Честа, предупредил меня о том, что в последнее время в округе объявился ужасный маньяк Цветан. И тому, кто принесет запястье его руки со знаменитой татуировкой на нем, получит вознаграждение. Цветана мы уже убили в Рагороде в одном из домов. Он там зарубил какую-то девушку, а мы зарубили его. Мы еще подзорную трубу нашли у этой девушки. Поэтому сразу же сдаем этот квест. Привет, парень, будь осторожнее на дорогах, маньяк еще не пойман. Я, кажется, убил его, вот его кисть. Слава богу, нашелся хоть один крепкий мужик. Вот твоя награда, тысяча монет. Ты всех нас избавил от страха, спасибо тебе. Не за что. Я получил вознаграждение за уничтожение опасного маньяка, убийство Цветана. Теперь девушки могут спокойно возвращаться с танцев после захода солнца. Теперь бежим к этому капитану Лунь. Он просил шлем-дальнозор за то, чтобы обучить нас сражаться, убивать, чтобы дать книгу, позволяющую убивать призрачных воинов. О, я вижу, ты что-то мне принес, правда? Да, я принес тебе шлем, который ты просил. Вот он, держи. Отлично. Он берет шлем и рассматривает его. Да, это то, что я хотел. Ты обещал изучить, научить меня убивать призрачных воинов? Ну да, обещал, но что но? Но за то время, пока ты ходил за шлемом, у нас тут получились небольшие проблемы. Сверху спустили приказ разобраться с новым нашествием чудовища. Наши умники считают, что это нашествие вызывает кто-то из находящихся сейчас в Велеграде. Кто-то, находящийся в Велеграде, так что тебе туда. А почему бы тебе самому туда не пойти? Мне кажется, для успешного выполнения этого задания нужно больше мозгов, чем у моих солдат. Ну а сам я туда не пойду, потому что боюсь. Ну ясно. Ладно, я схожу туда и разберусь ситуацию. Еще увидимся. Мы получили еще по 250 очков опыта за выполнение квеста шлем-дальнозор. Следующее задание. Когда я принес капитану шлем, он сказал, что этого недостаточно. Теперь мне надо разобраться со странной угрозой, исходящей из Велеграда. По расчетам военных, там находится кто-то или что-то, что вызывает наплыв на Златогорье невиданных доселе чудовищ. Если вы были внимательны, то мы помним, что в Велеграде был какой-то единственный всего есть колдун, старец-колдун. Нам надо к нему наведаться, скорее всего это он. Но сперва мы заглянем в кузнецу в поисках Золотого Панциря. Нам нужно купить золотой доспех. О, вот черт возьми. Это не самый лучший золотой доспех из тех, что можно взять. Так, 50... 62... Это Золотой Панцирь, а есть Золотой доспех, он намного лучше, черт подери. Вот это очень обидно, я не хочу тратить деньги на то... Я не хочу тратить деньги на... Блондирование, если можно купить лучше. 40, 56, 62 единицы. Да, это не самый лучший Панцирь. Я тогда пока не буду его покупать. Ну, кого это вы, что торговцы оружием? Двуручники, платиновое оружие пока не идет, да? Пока платинового оружия нет. Ладно, пока побегаю с серебряным. Так, нам теперь надо в Виллиград, да? Виллиград. Погнали. На нас напали всего лишь тритоны. Легкий источник рыбы. Так, а тут... А тут Чудь, Чуди. Давайте прочитаем описание этой твари. А мы еще ни разу Чуди не убивали, поэтому... Чудь это что-то человекоподобное. Давайте я подойду к нему поближе. Нилан, я думаю, Илон и сам справится с Тритоном. Чуть она стреляет в меня стрелами. Чуть решилась броситься в бега. Я достану ее из лука. Все. Ну, назовите, чем у него. Хомячок. Хомячки милые, беззащитные грузины. Одно время было модно держать их дома в банке. Давайте прочитаем про эту Чудь. Чудь. Чуди это дочеловеческая раса двуногих существ. По преданию, это первые разумные существа, созданные богами. Но что-то богам в них не понравилось. Наверное, излишне буйный нрав. И они создали человека. Ненависть полуразумных людей к людям – это ревность менее любимых и удачливых детей к своим братьям. 17 уровень. О, а мы уже можем перейти на следующий. Мы можем поднять уровень. Так. Какую характеристику повысить? Ловкость, что ли? Ой, право даже не знаю. Давайте. Внимание влияет на сопротивление рубящим повреждениям, повышает точность ударов и скорость персонажа во время боя. Давайте внимание повысим. Блин, подождите, а может телосложение? Оно у меня так себе. Давайте телосложение я повышу. Вот. И навыки. Навыки 12 очков. Стрелковое. Искусство боя. И все. Осталось 0 очков. Все, давайте. Пойдем дальше. Еще одна чуть. За деревом ее не видно. А давайте включим прозрачность объектов, потому что правда неудобно, когда не видно, где враг. Давайте включим прозрачность объектов. Вот, теперь мы ее видим. Я не буду тратить на нее стрелы. Зарублю мечом. Я не буду тратить на нее стрелы. 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 Еще один комячок и 250 монет И вот мы добрались до Велеграда Где нужно найти источник зла Ну источник зла в принципе я уже знаю кто Это тот старик-старец Живет он вот в этом доме Нужно с ним поговорить, убедить его больше так не делать Ты чего ищешь друг? Может я смогу тебе помочь? Будь здоров старик, я слышал ты занимаешься колдовством Не можешь ли ты мне объяснить почему в последнее время вокруг стало появляться так много чудовищ А тебя наверное из-за Савы послали Этот как его? Выпь? Лунь Ну да, Лунь Вообще это довольно сложно, сделать статистику нападения чудовища и вычислить исходящую точку Хорошая работа Да, это я призываю их сюда Я служу своему темному хозяину И что дальше? Как это что? А дальше я тебя убью и буду ждать следующего посланца Вот и все, друзья Вот и все, друзья Он превратился в злодея Но злодея довольно неумелого Мы его сейчас порубим на куски Вот и все Немного денег Я уничтожил старца и вместе с ним источник зла, пришедший на эту землю Теперь здесь будет более спокойная обстановка Надеюсь Возвращаемся к Луню Капитану Лунь Кто там нам повстречался? Бродячая волшебница В принципе, что она может нам продать? Ну давайте посмотрим, что у нее есть Зелия мне не нужны У меня есть кое-какие волшебные предметы и заклинания странник Не хочет что-нибудь приобрести Так, ничего я тут не вижу ценного Давайте посмотрим, что за сверхдорогие у нее там Эх, ладно Не буду я ничего смотреть Не надо мне никаких свитков Продать мне ей тоже нечего Поэтому идем дальше своей дорогой Вольные разбойники Ну, им же хуже С этим разберется, я думаю Илон А вот в этого я попробую стрелами поработать Вот беглый каторжник Это очень серьезный противник Если к нему подойти близко То он наносит очень много ударов За один ход И просто Изничтожает нашего героя Да он из дальней дистанции Его неплохо изничтожает Чего у меня не получается, кстати Подходить к нему близко страшно Как этого завалили Илон пока в порядке Отлично, Илон просто красавец Так, а вот теперь Илону точно нужно оказать помощь Кусок мяса я ему скормлю Потому что сейчас ему будет очень тяжко Потому что вот этот Беглый каторжник Это страшная сила Эх, а он промазал Причем критический промах Совершил Нет, беглый каторжник, кстати Не так страшен Это иначе кто-то другой Может беглый убийца какой-нибудь Потому что я помню Вот такой вот Слысиный Чувак Как охол выглядит Бывает очень сильно Но не в этот раз Успехи Очень радует, что С этих бандитов Всегда много добра вываливается Облегченные серебряные поножи Они очень ведь не дешево стоят Всего один кусок мяса ушел на этот бой Очень даже экономно Вход в заставу Сейчас снова Торговец с броней мне нужен А, торговец с броней здесь Не обитает Зато мы сейчас сможем Продать то, что С трупов этих каторжников собрали Денежки потихоньку капают Это маг Хрен с ним Он мне не интересует Селье Оружие Так, еще раз К торговцу оружием загляну Я все жду Когда появится Пушка Огнестрельная За 18 тысяч Мертвая рука В одном из прохождений Я купил ее Я просто был рад Очень рад Такому Везению Но почему-то В этот раз уже не так везет Так, золотой палаш Я смотрю Мечи Вдруг будет что-то Поприличнее Так, огнестрел Смотрим огнестрел Арбалеты И луки Так, у меня булатный арбалет Да? О А тут есть серебряный Давайте серебряный купим Берем серебряный Так, 16 У этого 20 Да, это булатный Серебряный Естественно Лучше Купили серебряный Уже не зря зашли сюда Уже не зря Патроны к огнестрелу Берем У меня так есть подозрение Что я Сроду эти патроны Не расстреляю О Бронзовые слитки А вот таких слитков У меня и не было Кстати Давайте парочку бронзовых Слиточков Купим Так, булатные слитки Булатных тоже нету Просто для коллекции Я возьму на всякий случай Булатные Серебряные Серебряных у меня тоже нету Парочку Ну и все Двигаемся ко внутреннему двору Сперва еще раз заглянем в кузнецу Мне нужны золотые Золотой панцирь Или что там Золотой доспех Короче Который В сумме Дает 66 очков защиты В прошлый раз мы видели Золотой какой-то доспех Но Это не то Это 62 62 очка защиты Нет Так и не появилось У него то Что мне надо Кстати Нам еще нужно Железо Железную руду Пару кусков Один кусок Нужен для квеста Облегченные Золотые поножи У меня такие же Один для квеста Нужен Под названием Древняя летопись А другой нужен Просто так Наверное Чтобы самому Иметь возможность Что-то сковать Так оружие Тоже проверим Никогда не знаешь Когда появится Что-то стоящее Вот все А это железный арбалет Огнестрела нет Сдаем квест Капитану Луню Мне уже доложили о твоем успехе Поздравляю тебя Ты заслужил хорошую Ты заслужил хорошую службу Своей родине Я польщен Но как насчет твоего обещания Какого обещания Ты же обещал научить меня убивать призрачных воинов Я обещал Тебе Ну да Обещал Я даже выполню свое обещание Вот тебе книга В ней ты найдешь заклинание Которое поможет тебе убить призрачных воинов А теперь иди У меня много дел Хорошо Спасибо Приколист этот хлунь Я даже испугался Что меня опять надули Возвращаемся Теперь нам надо опять в корчму В подвал к этому В подвал к этому бармену Освободим девушку из заточения Добрались без происшествий Давайте сперва на рыночную площадь Я посмотрю Золотой доспех Кто тут торгует броней Торгует с броней мешку Вот к нему нам нужно Желаете что-то купить Так, смотрим Золотые доспехи Нет, опять заразы Нету золота Только золотой панцирь Знаете, что? Простые золотые панцины Нету К торговцу оружия заглянем Ну чё, я не... Кстати, что это? Метеоритная руда Кстати, такого тоже у нас нету Две штучки куплю Патроны Давайте тоже возьму На всякий случай Я уже просто с нетерпением жду Когда у меня появится огнестрел Ладно, я чувствую Мы слишком долго будем ждать Этот золотой Что там золотой? Золотой панцирь Поэтому давайте я Куплю тот золотой доспех Который мы пока можем купить Правда, это, конечно, сильно Мы потеряем в деньгах Теперь мы все в золоте Но это не самый лучший Золотой доспех И теперь мы Значит Бежим в таверну Освобождать девушку Но на самом деле Мы, конечно, преследуем Свои цели Для нас Освобождаем девушку Мы просто по той причине Что только в этом случае Она изгонит для нас Призрачных воинов И мы сможем ограбить Сокровищницу Бармена Шныряем в подвал Ищем Лию Вот она Я жду тебя Мне нужна книга второй жизни И тысяча монет Вот все, что ты просила Отлично Теперь жди меня здесь Лия уходит И через несколько минут Вы слышите два пронзительных вопля Явно издаваемых Нечеловеческими глотками Еще спустя полминуты Лия возвращается Вот и все Стражей больше нет И ты можешь беспрепятственно Грабить коллекцию пивни Удачи Лия убегает Теперь уже навсегда Спасли мы Лию из заточения И шлем Под наз... И вернее Квест под названием Сумка Велена Завершился Я уничтожил старцы Нет, это не то А, тут просто это Не полностью Я получил книгу второй жизни Которая, я так понял Поможет мне начать Поможет мне изгнать Призрачных воинов Теперь надо отнести Лии Лия изгнала Призрачных воинов И теперь я могу Свободно забрать Сумку Велены Я правда уже сам забыл Для чего нам нужна Сумка Велены Но явно Для какого-то сюжетного Квеста, не побочного Вот здесь вот стояли Или не здесь А, вот там они стояли Да Вот тут стояли Два призрачных воина Теперь их души упокоены Это что такое? Напиток котлет Целосложение плюс 3 Упись какая-то Вот сокровищница Кольцо времени Уникальное Требует уровень 18 Его еще и опознать надо Походная сумка Велены Походная сумка Одного из великих героев Велены Эта вещь, кажется Еще хранит в себе Память о легендарных Событиях прошлого И излучает невидимый Свет доброты И спокойствия И бронзовый меч Нежного сердца Тоже уникальный То есть тут два квеста предмета Сумка Велена И бронзовый меч Нежного сердца И 4 А, 2400 монет Сойдет Куча книг И Книг, рецептов Так, рецепты сразу Прочитываем Все остальное Забираем Все Мы можем теперь Сейчас нам нужно будет Вернуться в Светлоград Выполнить квест С типографией Которую мы, кстати Так еще и не взяли Есть у нас Хвосты незакрытые Всего один В Светлограде Так что мы туда Сейчас вернемся Благо много времени Это не займет Так, и все-таки Я не понял Дорога в Марвию Так, браслет А Кукуй сказал Что дать мне браслет Только если я принесу Золотой топор Легендарный чертеж Гуротова А, топор Это отдельный квест Это не скоро Еще мы будем Сейчас выполним Побочный квест В Светлограде Только нам сперва Надо из этой Таверны убраться Путь не близкий В Светлоград Я надеюсь Это не убийцы Похоже Это убийцы Проклятье Это убийцы Друзья Это жуткие Совершенно Преступники Они очень больно бьют Наверное Илона надо было Все-таки поддержать Давайте я ему Большое зелье Спою Да Стрельба по ним Неэффективна Придется мне Подключиться самому Еще говядину На всякий случай Я ему скормлю Черт Стой Блин Я думал я его достану А он Пошел куда-то Не туда Я ведь Сохраниться Забыл Не дай бог Сейчас завалит Кого-то Придется переигрывать Так Илона Снова Мне придется Скормить Кусок мяса Сразу Ну наконец-то Одного Завалили Кое-как Теперь мне Уже Без зелий Не обойтись Довольно дорогостоя Сейчас схватка Получилась В плане Зелий Завалили Второго Там уже Третий Хочешь нам что-то сказать ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Убили Ну правда все зелий Выпили Почти С этими убийцами Ну вот пока что Убийцы Самые Опасные Из разбойников Которых можно встретить На своем пути Кстати Кстати давайте Все зелий У нас Надо чтобы Зелий Были Наготове Сейчас Еще одна Такая схватка У меня Зелий Не будет Придется Лезть В инвентарь А когда Лезешь В инвентарь Это стоит Десяти Очков Действия Действия Идем в Светлоград Ну путь предстоит Еще довольно длинный Поэтому друзья Продолжим Следующей серии Всем спасибо Всем спасибо